Всем привет! Сегодня мы поговорим о короткой, но очень насыщенной жизни Пина Третьего Орде Лаффи, сеньора Форли, из Италии, конечно же. Этот короткий текст написал я, и читать его буду тоже я. Пина де Орде Лаффи был великий воин, кондотьер и покровитель искусств. По странному течению обстоятельств Пина Третий родился. Родился он в 1436 году, а от этого имел большие задатки. Они, правда, до 1463 года вовсе не проявлялись. Ну а в помянутый год его попытался отравить родной брат Франческо, которому не очень хотелось делиться жил площадью. Но великий воин Пина выжил, а братца едва не отравила жена Пины, девушка с романтическим именем Барбара Димон Фредди, сеньора Фаэнца. Отравление сорвалось, но Франческо вместо этого подвергли аресту. В тюрьме его заколол конвойный. Позже Франческо признавался, что легко отделался. Пина захватил город Фарли и немедленно занялся покровительством искусству. Это было невыносимо скучно. И его жена, девушка с романтичным именем Барбара Димон Фредди, сеньора Фаэнца, истосковалась и от тоски завела любовника Джованни Орчиоли. Девушка как бы намекала мужу, не старайся быть хорошим, а оставайся такой, как есть, целый мир. Но допить она не успела, ибо Пина отравил и ее, и любовника, а потом снова сделался скучным покровителем искусств. Папа Барбары, которого звали просто Асторе Второй, что-то заподозрил и немного обиделся, стакнувшись другим папой, римским, чтобы великого воина и покровителя искусств Пину извести. Но Пина не растерялся, стакнувшись, в свою очередь, с племянником Асторе Второго, Таддео Гвидантоневичем Манфредди, сеньором Иммолы. Правда, пришлось жениться вторично на еще одной девушке с романтичным именем, Зафириди Манфредди. Впрочем, чтобы вовсе не впать в ничтожество от непрерывных браков и покровительство искусством, великий воин в 1467 году подтравил ядом собственную маменьку Катарину Дераньони. В тот же год ему пришлось воевать в битве при Маринелле, где великого воина ранили, отчего тот вовсе в военном деле разочаровался. До 1473 года Пина покровительствовал искусством, изменял жене с любовницами и любовницам с женой. Но любимая супруга заболела и умерла. Поговаривают от яда. Пришлось жениться в третий раз. И снова на девушке с романтичным именем Лукреция Пико де ла Мирандолла. Та не стала ждать, пока муж заскучает и сама отравила его в 1480 году. Да так удачно, что Пина заболел и умер. После великого воина осталось. Цитадель Рокко Ди Равальдино в Фарли – одна штука. Гробница в аббастве Санта Меркуриали – одна штука. Шикарный бюст – кстати, вот он. Одна штука. И не очень шикарный сын Синебальдо Второй. Синебальдо был вынужден каждому указывать, что он не Синебальдо, а Синибальдо. Это было так напряженно, что его почти сразу сверг двоюродный брат Франческо, сын Пиновского, брата, которого заколол конвойный. Синебальдо бежал в Равальдино и там умер от неизвестной болезни. Говорят, её вызвал яд. Что для данной семейки просто вообще очень удивительно. Папа Римский Сикс Четвёртый смотрел-смотрел, а потом как-то сам собой в Фарли образовался его племянник. Джиролама Риарио Делла Роверы во главе войск. Это было 4 сентября 1480 года. Тут-то всё и закончилось. Это просто удивительно, какая весёлая, насыщенная и богатая событиями жизнь была у людей в Италии в ходе этого вашего кватро-ченто. А на сегодня всё.